Как член общественной палаты, вы знаете, наше министерство образования сейчас готовит постановление о том, что из школы убирают предметы художественного цитата, убирают музыку, убирают мировую художественную культуру, убирают сезон. Ну и что у нас останется? У нас останется ЕГЭ, где дети будут ставить кресики, нолики, и этим воспитываются. Этим не воспитываются, этим воспитываются роботы, а не думающие, не знающие, интеллигентные люди. И вот это так болеет. Я, если вы видите, предлагаю, что я педагог с очень большим статусом. И я всегда очень болею. И вот сейчас я вспоминаю, что я на пенсии, я очень много занимаюсь общественной работой, помогаю. И вот я очень прошу от всех педагогов, от себя, ну поднимите вопрос на общественной палате. Ну нельзя за рамской школьной программой выносить то, что приносит культуру. Нельзя. Да, абсолютно верно. И еще нет, это еще не... Извините, что я так говорю. Знаете, как училки говорят. Еще вопрос, который меня очень волнует. Вы знаете, зос в лесу. Я не знаю, знают ли люди, что 9 мая наш святой праздник по красной площади пройдут не только наши войска. Ну и войска НАТОС. Вот вы писали о ТАТЭСе. Вам тяжело то, что НАТОС пришел в дом Пушкина. А разве нам не тяжело будет? А ветеранам, как они переживут? Я не знаю, как они переживут то, что НАТОС будут шагать по красной площади. И то, что НАТОС, это те, которые подбили и Югославию, и Ираку. Ну в общем, это страшно. Я не знаю, как это будет. Вы знаете, признаюсь, я не знала. Я тоже, как это. Я просто выступаю. Я пригласила вам дашь гостей. Спасибо. И последний вопрос. Вы здесь концерты не выбрали выступать. А мы очень хотим слушать вас. Да. Замечательная, по-моему, единственная волна, где говорят правду. А там, кстати, напротив, прям нас. И там есть такая рубрика «Снежное обозрение», где представляют новые пети, где читают поэты и писательные стихи. Как бы было замечательно, чтобы вы пришли на встречу. Не приглашали. Не приглашали. Я вас приглашаю. Спасибо. Потому что я вас очень прошу. Спасибо. Вы знаете, как будут рады слушателей Народного Радио. Вы знаете, вот я веду, да, на Радио России, я веду программу «Виражи времени». Кто слушает, знает. Я веду уже девятый год эту программу. Сегодня только что говорил по телефону в школе. Вальского он традиционно на меня поздравляет с 8 марта женщин. Свои волосы, песни и так далее. Что я могу сказать по этому поводу? Вы знаете, здесь очень много проблем. Первый нафиг, я бы отнес негатив к воспитанию молодежи, это телевидение. Я сам телевизор, человек, и программу делаю. Сейчас, вчера, в журнале, снимался «Достояние республики» в этой программе. Я сам телевизор, человек, связанный с телеведниками. Я вам уже рассказывал, что я был шеф Бюро России в Союзе на Ближнем Востоке. Три страны, Египта, Иордания, Израиль. И часто меня приглашают. Не всегда я хожу на эти программы. Но что здесь, какая здесь находится опасность? Я даже не знаю, в чем дело. То ли это погоня за деньгами, то ли что-то еще. Но вы посмотрите, что творится на каналах нашего телевизора. Сколько насилия, сколько пошлости, сколько злобы, сколько крови, смертей. Все это, понимаете, на неокрепшую душу это ложится очень пагубно. В свое время, в 1947 году, Аллен Даллес выступил с речью. Она опубликована. Недавно мне нашли вывеску газеты, где речь опубликована. Аллен Даллес сказал, в 1947 году, мы победили уже фашизм, это было. Он сказал, мы оскотиним Россию. Вы понимаете, и они любым путем хотят оскотиним. Что происходит оскотиним? Это снизить этот духовный уровень, который всегда был высоким в России. С тем, чтобы их лучше было управлять. С тем, чтобы меньше думали. Чтобы, понимаете, стадо было, а они не люди. Чтобы, так сказать, сделать из человека подобное звери. Если нашелся журналист, который может сказать, что надо убивать людей, которые физически родились неполноценными, да чего же мы дыхать. И как можно это обсуждать? Уголовное ответственность надо прижигать такие вещи, а не обсуждать такие проблемы. Вот в чем дело. Поэтому, понимаете, сейчас ситуация очень сложная. Я с вами согласен. Вот мне говорят, личные, значит, мне говорят, Борис Николаевич Полевой, мой земляк, учились в одной школе когда-то. Я был его заместителем главного, когда был главным и так далее. Замечательный писатель. Советский писатель. Советский, да, может, гостей советский. Очень либеральный был ряда. Значит, но он написал поиск настоящему человеку. Поиск настоящему человеку. Это же, мне говорят, исключение из программы. Почему? Ну, это советская, простите меня. Алиантов при царизме жил. Леантов писал свои произведения при царизме. Что, значит, а тоже надо исключать? Потому что надо было социалисты, монархии, цари и так далее. Что, исключать надо из программы? Вот, понимаете, мы докатились до призумия какого-то. Дело в том, что поиск настоящему человеку – это вечные ценности. Почему? Потому что это мужество, это скромность, это удивительная смелость, это какая-то порядочность. Вы понимаете, я знал Моресева, да? И я вам скажу, что вдруг Гаррия Чербакова, которую мы напечатали в журнале «Юность» с предисловием своей «Обамы не снил», вдруг пишет такие кощунственные слова. Я ответил ей во втором томе своих двухтомных мемуаров. Она пишет, что «Ну, а этот молодящийся человек, молодящийся человек, который красил охрой свои волосы, ну, это, значит, писатель, который воспел безногого героя». Как так можно писать? «Дорогая моя Галина Чербакова, если бы этот безногий человек, как ты пишешь, если бы они не воевали, не леплись миллионы в землю, ты сегодня была бы подпитой гитлеризма, лёж про корень, простите за грубость. Как же так можно относиться к своим прошлым, к своей истории? Я этого не понимаю. И это всё сказывается сейчас на молодых людях. Вы думаете, я был тоже молодым когда-то, да? У меня было и 15, и 16, и 20 лет. Я скажу вам, у нас не было этой наркомании. Не было. У нас не было этой безумной какой-то, знаете, пошлости, которой этого насилия сейчас бесконечно. Кто бабушку убил из-за денег, внук, кто там родителей, вот тут недавно маму свою, значит, убил, сын. Я не помню, что в моём родном городе Калинии всё-таки было 400 тысяч людей. Я не помню ни одного случая такого. В чём дело? Дело в этом. И в образовании, как вам говорят, совершенно правильно. Совершенно правильно. Я тоже против этого ЕГЭ, да? Против. Вы понимаете? И я говорил с Владимиром Владимировичем Путиным. Когда мой давний друг Александр Сергеевич Соколов, бывший министр культуры, ушёл, а я дружил с его дедом, Иваном Сергеевичем Соколовым-Никитовым, писателем прекрасным петербуржцем, да? Слава Богу, в Петербургской области у нас там имеют личный отель, и мы, 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 мы не знаем, да? Вот. Я с ним тоже говорил. Вот в этот день, когда... Мы много об этом говорили. В этот день, когда его освободили, пришёл Александр Алексеевич Штатлиев, новый министр культуры. Интеллигентный человек. Я его знал ещё по Израилю, он был, по слову, по Франции, по-моему, он приезжал, мы с ним познакомились. Интеллигентный, думающий, хороший человек. И в этот день, когда это всё произошло, я был в Петербурге, как почётный гость, на открытии выставки в дворце Константина, которую устроила Галина Вишневская в память Слава Ростроповича. Я дружил и со Славой, и дружу с Галией Вишневской до сих пор. И вот это было открытие. Очень красиво всё. И Путин открывал. Тогда он был, по-моему, ещё был президентом. Вот. И мы стояли уже, проще разговаривали. И был, значит, дурак Церетерий, был министр культуры Швидко, и вот был Владимир Владимирович Путин. И я сказал, Владимир Владимирович, а что будет с культурой? Он говорит, а что будет? Я говорю, да плохо. Я говорю, я сейчас не говорю о министре. И тот хороший человек. Привет, я этот человек. В принципе, что-то будет с культурой. Вы понимаете, что рушится. Он мне говорит, вы знаете, у меня проблем висит из культуры. Вот здесь. Проблем в том, что все такие сложные, все такие ранимые. Это десятые. Да не в этом дело. Владимир Владимирович. Дело в том, что вы вкладываете деньги, средства в культуру. Она никогда не принесет вам никаких доходов. Но доход ее главный. Это духовность нации, духовность страны, духовность народа. Вот в чем, как говорится, сабота ваша государства и вас как президента. Он сказал, я понимаю, мы тоже об этом, мы думаем об этом, но у нас, вы понимаете, карман, говорится, не бесконечный. Тем не менее, добавили в культуру. Немного. И мне тогда Абдеев сказал, что добавили в культуру. Но почему я говорю о деньгах? Потому что, вы понимаете, ну, как вам объяснить. Ну вот, у меня есть друг поэт Владимир Фирсов. Замечательный поэт. Его открыл Савин Твардовский, запечатал «Наумире». Потом его преднешло, и его двигатель Савин Михаил Александрович Шолохов. И вдруг, вот, понимаете, все рухнуло. Вы понимаете, сейчас у меня есть как только стыдник, такой-то и поэт. А забывают поэтов, они уходят куда-то. И вот Володя Фирсов остался на пенсии. На пенсии, простите меня. Вы знаете, какие мы с пенсии, да? И вот, как-то я его увидел, и с Палочкой пришел, когда министр нас собирал, я говорю, что он говорит, да, радикулит, все, греет, греет. Кто мне позвонил, его и жена, и говорит, Андрей, никакой не радикулит. Залечили, грели, а у него рак почки. Отняли почку. Человек оказался в страшнейшей ситуации, не только потому, что болеет такая, да? Вот денег-то же, лекарства платные, все платные, и консультация платная, все-все платная. И я видел по его глазам, как тяжело, как он переживает не только болезнь, а то, что идет с этой болезнью в его жизнь. Я написал письмо министру, как раз его выделенную на премию правительства Российской Федерации. Я написал письмо, я отложил свою поездку, значит, в командировку свою отложил. Я пришел, я член этой комиссии, я пришел на комиссию на это. И я говорил о том, что я прошу, и там уважаемые люди были, я говорю, вы поймите, вы, может, меньше знаете, чем я этого поэта и его творчества. Я от его всех книг не знаю. Вы поймите, дело не в том, что я прошел, а за человеком, который попал, как говорится, вот, то, что он, ну, сейчас операция, что он на колонию прошел, я вас прошу за прекрасного поэта, но который попал в беду. Мы можем, из нас каждый может попасть в беду. Давайте будем друг другу милосердны. Давайте будем думать о том, как человек живет, чем он живет, что с ним происходит. Слава тебе, Господи, он получил эту премию. Не такие уж большие деньги там, но тем не менее, да, 30 тысяч долларов все-таки, да. И он мне, я ему позвонил, сказал, Володя, знаешь, свое дело совершил. И он заплакал. Простите, ради Бога, а просто мы, а устам люди хотелось бы автографы, да? И он заплакал. Ну вы что? Очень интересно. Я хочу сказать, дорогие мои, давайте будем добрее друг к другу. И давайте не бояться нашей власти. Давайте ее критиковать, когда она этого заслуживает. Когда она заслуживает добрых слов, мы будем скупиться на добрые слова. А когда она заслуживает нашей критики, давайте будем... Потому что, если мы не объединимся, нам будет друг друг к другу. Прошу вас, дорогие друзья, встать в очередь, чтобы не было... Пожалуйста, два слова. Андрей Григорьевич. Прошу вас. Прошу вас. Пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...